как можно интерьер сделать классным с небольшим бюджетом ну как тебе все равно удалось уложиться в миллион вот это лайф настоящий где вы нашли куда я нашел на помойке кто-то выкинул in my room это marketplace красивой мебели привет in my room добро пожаловать ко мне в гости в мою чудесную квартиру с отпускным настроением привет я кристина я журналист почти 10 лет я работаю в городском медиа в жанре инфотемент я снимаю разные стороны городской жизни бизнес социалку культуру но несколько лет назад я влюбилась в интерьерное декорирование я очень люблю преображать пространство и в прошлом году я решила поучиться этому и стать профессионалом и получила профессию интерьерного декоратора но ремонт этой квартиры я делала еще не будучи профессионалом поэтому здесь моя душа мои интересные предметы мои ошибки в том числе здесь будет много винтажа много необычных предметов о которых я буду рассказывать и показывать как можно интерьер сделать классным с небольшим бюджетом смотрите привет привет ну расскажи немножко о том где мы находимся сегодня сколько здесь метраж сколько комнат мы находимся в моей квартире в доме который находится на канале москвы прямо у воды дом стоит на красивой набережной здесь есть чудесная прогулочная зона здесь летом ходят кораблики очень очень красиво прекрасный лес из окна открывается и собственно всю эту историю я решила обыграть в интерьере своей квартире как только вы попадаете сюда вы сразу видите вот такой чудесный постер винтажный 1929 года он приехал ко мне из нью-йорка да мы находимся в городе химки да то что мы не проговорили здесь однокомнатная квартира вы не меняли планировку с кем ты здесь живешь давай я живу с мужем и с котом вот это лайф настоящий так вот чтобы покормить может я его кормила три раза до вашего прихода поэтому пара четвертый раз мы живем в этой квартире с мужем и вот этим советом потом по имени баху он любит и хулиган таки со стола еду и фарина против есть но мы все равно очень любят вот потому что он очень солнечный такой же как эта квартира такая перепланировку вы здесь не делали когда мы заехали почти пять лет назад четыре года ну скоро будет пять уже здесь был ремонт от застройщика очень 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 простой линолеум на полу стены были бои вот здесь ария партия сдавалась сдавалась в аренду квартира сдавалась в аренду вот и я так понимаю что арендодатели но пытались что-то сделать под себя потому что они сделали акцент на стену в комнате кстати и уже потом при своем ремонте я эту стену оставила акцентной тоже то здесь до этого были акцентные обои я решила что я эту историю оставлю потому что выглядит прикольно вот а что вы переделали мы делали полностью ремонт снимали напольное покрытие все мы красили стены соответственно мы убирали обои убирали все обои вот и до ванная комната была вообще не отремонтирована там были просто год ну то есть там была плитка и просто голые стены покрашены то есть там вообще ничего не было на стенах как бы ну просто вот как вы ее полностью переделали дамы и полностью обделывает а какой бюджет был ремонт бюджет ремонта было где-то миллион то есть вы уложились а сколько времени назад вы его сделали сколько прошло уже так получилось что я ремонт начала делать в марте 2022 года и мало того что ремонт это в принципе вообще гигантский стресс но на тот момент это был вообще стресс мне кажется даже не в квадрате а в кубе потому что когда я находила материалы и звонила как бы поставщику он говорил что нет сегодня цена уже в два раза дороже когда я вечером собирался заказывать он не говорил а цена уже повысилась вот еще на столько и как бы плитка например стоит уже в три раза дороже и там были такие дичайшие качели вообще по всему ну когда я закупала все сама вот то есть что-то пропадало я например приходила в торговый центр заказывать не знаю ламинат они говорю тоже цены не актуальны вот как бы этот ламинат уже сейчас стоит вот столько вот так а ремонт делать надо ремонт делать на как тебе все равно удалось уложиться в миллион несмотря на всу осуну мне кажется что удалось потому что во первых ну как бы мы старались использовать единый бюджетный где-то может быть не очень но но такое как мне кажется средний средний уровень материалов вот не самый дешевый не самые дорогие а во вторых мне кажется что у нас ну когда такая большая площадь поэтому как бы не так много всего нужно. Хорошо, давай рассмотрим твою квартиру поподробнее, и раз мы тут стоим, начнем с прихожей. Первое, что я хочу сказать, у меня в прихожей, и мне кажется, это напишут все комментаторы, нет зеркала. Я очень, как бы, ну я на самом деле с момента окончания ремонта думаю, что нужно менять дверь, и я хотела зеркало сделать, ну как бы вот в двери, зеркальную дверь. Но вот пока руки не дошли, и пока мы обходим себе. То есть вот в полный рост ты себя нигде не увидишь, к сожалению, но я думаю, что со временем все-таки... Ты именно на двери хочешь сделать? Да, потому что коридор небольшой совсем, и здесь как бы непонятно, где, ну точно, как бы хочется в полный рост себя увидеть. А сколько примерно прихожей? 4,3. Ну то есть можно, конечно, где-то вот здесь его сделать, да, но как будто будет совсем узко. Вот, поэтому вот пока живет без зеркала, но я надеюсь, что оно появится обязательно здесь. А дверь меняли или она осталась? Дверь меняли. Дверь меняли. Да. То есть миллион это вместе с работами? Да. Миллион это вместе с работами. Краска здесь моющаяся, то есть вот здесь и на кухне мы специально брали такую краску, которая как бы износостойкая, выдержит какие-то такие вот, не знаю. Ну и за год она держится, ничего не происходит. Не мыла ее еще? Нет, не мыла. Но если там где-то пятно, там что-то, так чуть-чуть ее как будто бы губочкой аккуратно убираю, и все хорошо. А пол здесь меняли? Да. Пол здесь меняли, и я, конечно, очень хотела именно вот эту плитку. Я ее очень люблю. Единственное, как и следовало ожидать, она белая, и на ней, конечно, все видно. То есть ее сложно очень мыть, за ней сложно ухаживать. То есть ты не советуешь, да, такую плитку класть? Мне уж говорил сразу, подумай, эта белая плитка может быть не стоит, может быть что-то, ну как бы все-таки не такое маркое, но мне очень хотелось именно вот в таком стиле. Ну как-то она светлее помещение делает, в целом как-то расширяет пространство. Ну на мой взгляд, коридоры так маленькие, не хотел здесь ничего темного делать. А по хранению вот здесь такой замечательный комод. Мне кажется, это винтаж, нет? Ты угадала. Это винтажный шкаф, я не делала с ним ничего, то есть он был в таком вот отличном, аутентичном состоянии. А ручки не меняла? Нет, это все аутентичное, да. Здесь даже столешница в очень хорошем состоянии, то есть она как бы не требовала никаких дополнительных работ. Единственное, здесь вот маленький крошечный кусочек откола, но это как будто бы не очень заметно. А что ты внутри хранишь? О, так, это шкаф, на самом деле, вот мне прям очень хотелось его в коридор, я прям мечтала о нем, я его здесь вот видела, представляла. Я решила, что здесь будут храниться салфетки, текстиль для кухни, ну, как бы удобно сразу там что-то менять, а я очень часто делаю сервировки красивые, я очень это дело люблю. Какие-то маленькие вазочки здесь есть еще у меня. Я, на самом деле, подумала, что он играет роль обувницы изначально, потому что, ну, как-то это логично, да, что в прихожей есть обувница, да. А куда девается вся обувь и верхняя одежда с улицы? На самом деле, я сейчас чуть-чуть подразобрала к вашему приезду. Верхняя одежда обычно... Он хочет уйти. Да, он хочет уйти. На самом деле, верхняя одежда обычно висит здесь, и здесь вот вместительная обувница. То есть, вполне себе сезонная обувь в ней умещается. А вообще, обувь у меня хранится в двух местах. Я потом покажу, где. Вот у меня как раз и был вопрос, то, что здесь... Я вижу, что она хранится, но кажется, что этого достаточно мало, да, для прихожей? Да, естественно. Тут, видимо, только актуальная какая-то обувь. Да, 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 да. А за твоей спиной? Я подумала, что это может быть гардеробная или санузел, или что там за твоей спиной? Выпустите уже кота. Нет, он сейчас просто... Куда ты идешь? Так, а вот за этой дверью помещение, которое чаще всего называют постирочный. Я его просто отвоевала у мужа, потому что раньше здесь был туалет. Теперь здесь стиральная машинка, специальная модульная система для сушки белья. Я специально оставила вам несколько не до конца высохших вещей, чтобы показать, как это выглядит. И мы с мужем нашли такой компромисс. Он очень просил оставить ему хотя бы раковину. Это выглядит странно, но на это я пошла. В общем, здесь есть как бы такая тоже зона красоты. А здесь был именно санузел? Да, здесь был именно санузел. А с точки зрения перепланировки, как вы перенесли санузел в другое помещение? А как бы там тоже есть возможность. Мы просто подключились к трубе. То есть там есть... Стояк? Да, стояк. Вот. Но это вам повезло, кстати. Да, то есть никаких перепланировок не было, если что, я сразу говорю. То есть мы просто заварили, как бы, да, место, где был унитаз. И, собственно, вот так все здесь получилось. Получилось, что тут и постирочная, и кладовая. Да, это то самое место, куда можно свадьбать. Все, простите. Все, ну, как бы, и нужные, и ненужные вещи, да, там, не знаю, спрятать что-то. Я очень люблю книги, у меня много журналов. У меня не всегда поднимается рука их выбрасывать. Хотя я стараюсь, конечно, не захламляться. А как тут книги живут, когда ты, например, сушишь влажные вещи? Это им не мешает никак? Нет, абсолютно. Ну, как бы, мы не так часто прям стираем, там, раз в неделю. Ну, я смотрю, тут и вентиляция, да, есть на этот случай. Да, здесь есть вентиляция, в этом плане все, как будто бы, в порядке. И здесь, кстати, хранится тоже часть обуви. Как раз тот вопрос, который ты мне задавала. А на стенах та же краска, что и в прихожей? Да, 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 краска одна. А за тобой какой-то люк с доступом к каким-то коммуникациям? Да. Так и есть. А давай откроем, что там? Мне кажется, что там коммуникации и немножко хранящихся пакетов. Пакет с пакетами, да? Да, 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 пакет с пакетами. Так и есть, вот. А по поводу сушки, она изначально настенная, да? И просто именно таких настенных отдельных нет. Да, 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 можно. Удобно. И много ли туда помещается? Слушай, я не скажу, что очень много, но в принципе, да, да. Постельную тоже можно сушить, я сушу без проблем. Ну да, у меня как раз постельное белье, есть какие-то пододеяльники, простыни. Ну, просто складываю их так, ну как бы, и сушатся. Ну все высыхает довольно быстро, как бы никаких проблем нет. Хорошо, что есть такая зона. Нет, хорошо, что есть такая зона, это правда. Вот, возможно, здесь можно было как-то еще какие-то места сделать. Возможно, потому что я как бы иногда смотрю, мне кажется, здесь еще места, очень много не используя его, но не знаю. Сюда же можно добавить еще полки, если нужно будет, при желании. Ну да, 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 здесь же это все как бы такая, можно, в общем, модифицировать все это. А плитка здесь, наверное, от застройщика осталась, да? Вот, это та самая плитка, да, от застройщика. Да, можно на нее посмотреть. Ну такая она была, собственно, она была и в ванной комнате. Сейчас в ванной комнате все гораздо красивее. Тем временем там код залез в ведро. Если вдруг что. Блин. Сейчас скажут странно ведро в комнате, что она здесь делает. Ну и давай завершим наш рассказ про прихожую светом. Это винтаж, да, судя по всему? Да, на самом деле это винтажная люстра, лампа. В принципе она минималистичная, и если честно, я ее покупала временно. Я хотела здесь какую-нибудь такую шикарную, винтажную, не знаю. Но она тоже шикарная на самом деле. Она выглядит очень просто, но ты знаешь, она как-то здесь так... Прижилась. Да, прижилась, кот. Она здесь правда прижилась, и я как будто не хочу ее менять. Я купила ее на сайте объявлений. Как ты думаешь, сколько она может стоить? Не знаю, страшно представить. Но она выглядит просто, я как бы это вижу. И стоит она... 300 рублей! Ничего себе! А вы не меняли в ней провода? Да, проводка была уже поменена продавцом, представляете? А, 300 рублей с помененной проводкой? Да, да, да. А какого года она, не знаешь? Я думаю, что это какая-то советская 70-е, может быть, 80-е. То есть это не какая-то там коллекционная ценная, но симпатичная, простая. Мне кажется, что она... Но вот этот стакан красный, это все осталось, да? Вот это ничего не меняли, только провода? Нет, это ничего не меняли, нет, нет, нет. Пойдем на кухню, может быть? Пойдем. Пойдем на кухню. Кстати, хотела обратить внимание, что вот у меня здесь такой еще небольшой элемент декора. Это кашпо. Ты знаешь, такое кашпо? Ну, горшок. Ну, это такое, да, здесь можно ставить цветочки, но здесь у меня просто такая декоративная история. Мне кажется, это вазочка. У меня у бабушки была похожая история. Мне кажется, она здесь тоже хорошо вписалась. Классно вот с красным цветом на лампе и вот здесь такой красный тоже цветовые пятнышки. Кухня у меня сделана как кухня-гостиная. Кстати, ламинат мы выбрали в торговом комплексе Грант. Там всегда огромный выбор разных брендов, товаров для ремонта и декора. Очень удобно, если вам нужно выбрать и посмотреть товар вживую. Много брендов представлено во флагманских салонах с выгодными ценами. Опять же, это было просто страшное пожелание мужа. Он очень сильно просил поставить ему сюда диван. Причем, не знаешь, не диванчик такой маленький, где можно так вот посидеть, там гостей принять. Именно диван, где можно... Спать. Спать, лежать, смотреть телевизор. У меня есть плазма. Вот этот вот, да, черный прямоугольник. Вот. Но, одна важная ремарка, муж у меня 2 метра ростом. Соответственно, ты понимаешь. Да, диванчик маловато. Диванчик маловато, да. Поэтому, ну, такой он немножко громоздковатый. Ну, раскладывается. И он еще раскладывается. Ко мне приезжают родители в гости, иногда остаются друзья. И, соответственно, здесь такое, да, дополнительное спальное место. И, в общем, здесь мы, да, прекрасно еще проводим вечера. То есть, получилась такая кухня-гостиная. А сколько она квадратных метров? Девять с половиной. Да, и коту здесь тоже хорошо. Я вижу, что коту везде хорошо. Ну, расскажи немножко про наполнение кухни. Смотри, здесь получается, что такое на прострел. То есть, ты приходишь в квартиру, ты сразу видишь тот самый винтажный постер. И вот такие рыбки. Эти рыбки я очень люблю, потому что это была моя первая, одна из самых первых винтажных походов. А, это тоже винтаж? Это тоже винтаж. Это румынский завод, 60-й год. И мы придумали с мужем вот повесить их на эту стену. И еще, на самом деле, я хотела задекорировать вот эту стену. То есть, как бы здесь тоже какие-то картины повесить. Но я случайно увидела работу одной питерской художницы. Аня Халошия зовут. Вот. И, в общем, не смогла отказать себе в ее покупке. Давай перейдем в зону кухни самой. У тебя тут тоже какое-то винтажное кресло состоит. Да, это тоже вообще мое самое... У меня... Так, отдельная история. Значит, у меня дома, ну, по сути, 4 винтажных кресла. Вот, я потом покажу в комнате, как это все выглядит. Вот здесь, вот здесь стоит одно из них. Так, мне кажется, надо это прекращать. А он может скинуть вазу? Да он, слушай, впервые сюда залезает. Ну, сегодня у него... Подожди. Слушай, у него сегодня реально праздник. Куда ты полез? У него сегодня праздник. Потому что вообще он никогда в жизни сюда не залезал. Я еще такая, знаешь, классно, у меня тут стоят кувшины. И я могу им вообще украшать, и он туда не лезет, они там стоят спокойно. Но я думаю, правда, что ты возбудился. Да, кот временно устранен постирочную. Продолжаю свой рассказ. Значит, кресло, любимое кресло мужа, хотя изначально его покупала и делала под себя. Здесь муж смотрит всевозможные программы, по вечерам садится в нем. Мне кажется, это 60-е, нет? 50-е. 50-е. Да, это кресло немецкого дизайнера. Зовут его Шельман Шельманнагик. Имя как бы ни о чем не говорит, но он учился в очень крутом учебном заведении Баухаусе. Ну, как бы для дизайнеров это такой вот, ну... Известный. Да, известный. Это как бы такой признак качества. Мне очень нравится его форма. А расскажи по отделке. Вот на полу два вида отделочных материалов. Мы сейчас с тобой стоим на плитке в зоне кухни. Она классно сочетается с фартуком. Я хочу что сказать, Ник. Если честно, я изначально хотела сделать здесь единое пространство. В плитке? В ламинате. В ламинате. Да. Но я почему-то послушала, как это, своих каких-то родственников, которые сказали, ни в коем случае, мокрая зона, все такое прочее. И я, ну, то есть как-то я, у меня было что-нибудь, надо единое, не надо делить, не надо делать, вот как бы тут что-то разделять. Помещение так небольшое. Вот. И сделала, собственно, ну вот отдельно, да, плиткой мокрую зону. Мне кажется, что, ну, это выглядит симпатично, но мне кажется, что можно было сделать единое. Ты жалеешь сейчас об этом решение? Если честно, да. Почему? Ну, потому что мне кажется, что и так небольшую кухню, в которой я сделала гостиную, мокрая зона, она ее уменьшила, то есть она как бы, знаешь, раздробила, и как будто визуально помещение выглядит меньше. Мы, кстати, недавно с дизайнером об этом говорили, и она говорила о том, что если есть возможность сделать все единым покрытием, то лучше. И, кстати говоря, например, там, ну, мы говорили про инженерную доску, ее проще восстановить, если что-то упало, и оциклевать, чем заменить разбитую плитку. Да, да, да. Я долго тоже думала, чем фартук выкладывать, может быть, там, делаем его сделать, да, или там как-то сочетать со столешницей, но потом подумала, что тут мне нравится эта плитка. И, видишь, я вот как бы сделала, собственно, такой, как, такой коврик внизу, да, то есть сочетается этот пояс мокрой зоны, да, с фартуком. Увидела в одном проекте у дизайнера Алисы Кощевой такой прием, вот, мне очень понравилось, и я такой себе тоже взяла. Давай поговорим про кухонный гарнитур. Хорошо. Смотри, я изначально хотела светлый кухонный гарнитур, вот, в принципе, то есть такой, без каких-то там изысков, мне хотелось, там, белого цвета, да, или там, не знаю, кремового, вот. И я еще очень хотела, знаешь, я не, ну, как бы на кухне, мне совсем не хотелось вот глянцевых поверхностей, мне хотелось приятности, тактильности, и поэтому... А из чего сами фасады? МДФ и шпон, вот. А, ну, это не бюджетно должно быть. В общем, слава богу, гарнитур мне сделали, все прекрасно. Я думаю, что на самом деле где-то, ну, не знаю, процентов, наверное, сорок. Ну, ладно, подожди, может, он мне забьет вазы. Знаешь, реально как чувствует, вот честно. Куда ты лезешь? Реально как чувствует, если не как в жизни, если не как, что процентов 30-40 успеха от того вообще, как будет выглядеть стоять в кухне, зависит от замерщика. А ручки ты меняла. Сейчас расскажу. Бандит. Сейчас расскажу про ручки. Сейчас расскажу про ручки. Рекрасно, да? Даже не знаю, сейчас... Он вредничает. Ты знаешь, ударишь его, защитники животных скажут, вы что, котов бить нельзя. Мы не будем его бить. Он просто очень рад вашему приезду, вот, и немножечко... Что у него чуть снесло. Да, он перевозбудился немножко, поэтому вот так, вот так. Интересная история с ручками. Вот видишь верхние ручки? Да. Это ручки винтажные. И тут у тебя винтаж. Да, на самом деле, мне кажется, что как раз в какие-то такие стандартные истории, там, с фасадами, да, с мебелью, с шкафами, можно добавить какие-то интересные, да, детали, ну, как бы, ручки. И мебель совсем по-другому будет выглядеть. Мне кажется, что, ну, они стали интереснее. Во-первых, обрати внимание, они разные формы. Ну, одинакового цвета. Да. Ну, как заявлял мне продавец, который я покупала, она написала, что это Англия, 70-е годы. Вот. То есть, это хрусталь и латунь. Красота. Да, мне кажется, что они классно сочетаются в целом, да, там, там, с концепцией, вот, рыбок, не знаю, моря. Да, у тебя все очень классно сочетается, яркие цвета, но при этом они как-то не перегружают пространство. Даже, например, вот холодильник тоже в таком винтажном стиле, яркий достаточно, сюда отлично вписался. Да, обожаю его, просто обожаю. И мне кажется, что это вообще главная звезда кухни. Ну, после меня. И кота. И кота, да. После меня и кота, это главная звезда кухни. Вот, на самом деле, ну, мне кажется, все знают, что такие вот холодильники в ретро-стиле, они обычно, типа, очень-очень дорого стоят, но все знают одну марку таких холодильников, самая известная марка. На самом деле, как бы, этот холодильник стоит, мне кажется, в три раза дешевле, вот, вот, вот той марки, как бы, потому что многие как раз и отказываются, потому что, ну, как бы, это, это реально дорого. Да. Ну, я могу сказать, что я заплатила, ну, наверное, меньше, чем в два раза, чем за обычный холодильник. То есть, это не в два, ну, так, то есть, меньше, чем в два раза, как бы, цена была дороже. Ну, он очень классно выглядит здесь. Вот. А давай еще поговорим про свет, да, такой светильник здесь тоже, вот, причем мне дальше напомнило это пространство, потому что здесь такой светильник уютный очень, тоже винтаж. Да. Вы тоже в нем меняли проводку? Слушай, нет, в этом мы не меняли проводку, насколько я помню. То есть, мы его вот взяли и повесили сразу. Наверное, не самая, ну, как бы, не самая правильная история, вот, но он висит у нас уже, вот, сколько больше года. Я его тоже очень люблю, мне кажется, он такой дает, знаешь, вот, тот самый, как бы, ламповый, ламповость создает этот светильник. А-а-а-а. Вот так. Вот так. Вот так. Давай посмотрим, что у тебя внутри кухни. У меня, на самом деле, на кухне все очень просто, но, ну, как бы... Главное, чтобы было удобно тебе. Да, понятно и удобно. Я сразу скажу, что я готовлю мало. В основном готовит мой муж. Вот тебе повезло. Он варит самые вкусные борщи на свете. Ну, как обычно, вот эти ящики с доводчиками, там вилки, ложки. Смотрю, мне даже, покажу, даже такие вот есть ложки. Это опять винтаж? Нет, это современный французский бренд. Ну, ты понимаешь, да, что это? Да. Да, прыгуны, море, лето, отдых и все такое. Вот, в общем, да, это шкафы с доводчиками. Смотри, кастрюли, как обычно, сковородки вот здесь. Ну, достаточно вместительные ящики. Да, да, да. Сколько здесь получается? 60? Да, да, получается 60, и ты знаешь, ты, наверное, могла заметить, что у меня разные по ширине, да, они. Это тоже интересный факт, потому что я сейчас очень стала интересоваться дизайном, декорированием. Многие дизайнеры, я знаю, вообще ругают за это. Они говорят про то, что это нарушает единство. То есть лучше... Когда разные размеры? Да, да. Лучше, чтобы они были едины. Опять же, ты знаешь, ну, то есть, когда я заказывала, я делала исключительно под себя. Такая, думаю, ну, вот как бы, вот столько там лазит, столько вот здесь, столько вот здесь, вот. А столешница, кстати, из какого материала? Влагостойкий ДСП. Ты довольна им? Ты знаешь, да. И вот тоже, смотри, мне изначально не привезли производители плинтус. И я такая думаю, блин, а классно без плинтуса. Ну, вообще, говорят, да, лучше без плинтуса. Да, лучше без плинтуса. Потом я такая, мне нравится. Муж такой, ну, это, наверное, будет не совсем правильно с точки зрения, что там вода заливается. Практичности. Нет, 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 да, как бы. А оставался сильный зазор? Да, зазор был. Но мне очень нравится без плинтуса. Плинтус, я знаю, что сейчас, как бы, такой, знаешь, плинтус, это тоже мови тонн считается, вот. Но принтус есть. Для этого нужно тогда делать сразу, чтобы они были шли стык-встык, получается, чтобы столешница была сразу под плиткой. Вот, варочная панель на три конфорки, получается, вот. И духовочка небольшая, она тоже, она на 45, да? Да, она на 45, да. Вам хватает? Да, она вместительная, все у нас здесь прекрасно умещается. Я иногда что-то запекаю. Чаще всего я готовлю что-то в духовке. Ну, собственно, рабочая поверхность 60, как и должно. Вот, здесь, в принципе, все умещается. Хотя, конечно, честно, можно было бы и побольше. Но, как бы, мы исходим из количества квадратных метров, поэтому, как бы, вот так. Вот. И, смотри, микроволновая печь тоже стояла сначала здесь, но, как бы, совсем тогда места нет. И муж вот придумал такие штуки, поднял ее. Соответственно, здесь есть дополнительная зона, да. Для хранения твоих винтажных предметов. Ну, и для хранения, да, и поставить что-то тоже, вот. Видишь, здесь, это, на самом деле, современный. И мне все время спрашиваю, знаешь, когда там видят на фотках, что, откуда ты взяла этот пакет молока вообще? Он очень классный. Что это за пакет молока? Я говорю, это современный фарфоровый бренд. В Москве, кстати, они находятся, делают такие вот классные штуки. Это, ну, как бы, фарфоровая такая декоративная просто вот вещь. И есть со срезанным верхом, то есть, можно как в вазу использовать. Ну, то есть, у меня, как бы, вот она полностью закрыта, а так вообще есть срезанный пакет молока, там так интересно, знаешь. То есть, как бы, вот так вот он открыт, и тут все, как бы, здесь есть, да. А часы? Часы принадлежали бабушке моего мужа, вот. Вот ее не стало два года назад, а часы, вот, живут, да. Скажу один факт, у меня нет посудомоечной машины. И как тебе без нее живется? Смотри, изначально я сознательно это сделала, потому что, как бы, кухня небольшая. Честно, я подумала, что я лучше места хранения сделаю больше. Вот, и, ну, как бы, наверное, ее можно было найти, где разместить, но я такая думаю, ну, зачем, как бы, что, у нас двое? У нас небольшая семья, там, две тарелочки, там, две чашечки, я помою. Я, ты знаешь, я как-то каждый раз прихожу к друзьям, вот они загружают, выгружают, загружают, загружают. Так я думаю, блин, где за это время уже все помыл, пока вы загрузите, потом это все выгрузите, пока. Вот, но сейчас, ты знаешь, я бы, наверное, сказала, что да. Не хватает. Да, не хватает. Я сказала бы, что да. И тоже, знаешь, конечно же, я бы очень хотела, чтобы у меня были открытые верхние полки, которые бы давали воздушность этому, ну, как, придавали воздушность этому пространству, и вот не было этих, как бы, шкафов верхних такого нагромождения, да, шкафов. Но у меня, правда, очень много предметов. Опять же, я говорю, что я фанат посуды красивой и винтажной, и современной, поэтому, ну, никак я без верхних шкафов не смогла бы. Это тогда надо переделывать полностью всю концепцию кухни, чтобы все влезло. Это нужно быть минималистом, на самом деле, знаешь. Ну, или так. Ну, давай продолжим. Давай продолжим. Экскурс по хранению. Да, смотри, ну, как бы здесь, вот эти все, как обычно, крупы, там, чаи, да, кофе, там, приправы, вот. Так, наверху, на самом деле, муж дотягивается, так как готовит сейчас всего 2 метра рост. Тут его полка, да? Вообще, как бы, да, то есть, если кто-то скажет, да тут не доставь бы эту вся историю, как бы, как. Нет, вообще, все он достает. Вот, смотри, вот этот шкаф, здесь изначально я продумала, что вытяжка будет угольный фильтр. Никаких этих ужасных труб, вот этого всего, что... И я, на самом деле, была права, но муж сказал, готовлю я, мне вытяжка нужна, поэтому... А тут и не поспорить. То есть, мы поставили этот угольный фильтр, и он, ну, поехал в гипермаркет, купил ужасную пластиковую трубу. Ну, смотри, на самом деле, видно, ну, немного, то есть, как бы, он ее так проложил по, ну, как бы, по шкафам верхним, что, по сути, ее, как бы... Она не бросается. Да, она не бросается в глаза, но она меня, конечно, все равно много страшает. А как вы встроили ее в шкаф? А, ну, вот таким вот образом. Вот там идет труба, она, видишь, прикрыта, она прикрыта здесь вот фильтром, это здесь у меня тостер стоит. Гаджетами. Да, собственно, чтобы вот так. Кто-то скажет, вот они, места хранения, которые вы вытяжкой заняли. Ну, вообще, как бы, да, вот эта труба так занимает местечко, ты смотри, она здесь так идет. Вот, ну, как бы, я уступила человеку, который больше времени проводит здесь. Тебя кормят. Да. Ну, собственно, я, конечно же, не могла обойтись без ящика с посудой. Вот, здесь... Сервизы. Сервизы. Винтаж, да, здесь какие-то, да, наборы. Рюмочки, бокальчики, вот, пашотницы. Вот, красота. Да, да. Вот, а нижний ящик сейчас откроем. Здесь у меня хранятся тоже посуды, обратим внимание. У меня здесь хранятся мамины заготовки. В принципе, ну, те, которые не требуют, да, температуры низкой, потому что все-таки здесь рядом плита. Ну, то есть, как бы, огурцы, там, компоты здесь стоят хорошо. Сушка для посуды. Тарелки, чашки и тоже вот красивые там, не винтажные, а современные чашки. Я тоже очень люблю разные. Стол. На самом деле, один из самых дорогих предметов на этой кухне. Он выглядит очень просто, да, минималистично. А вы сами его поставили таким образом или он на это нацелен? Я сейчас тебе расскажу. Ты знаешь, мне что подкупило? Меня подкупило именно то, что его можно, ну, то есть, он половинчатый. То есть, его можно и так, и, собственно, когда приходят гости, мы раскладываем его, то есть, он раскладывается целиком. Я, ну, как бы, увидела цену, слегка, так, знаешь, свое желание, так, нет, нет, Кристина, мы этот стол покупать не будем. Значит, я, честно, еще, это было за два года до ремонта, я этот стол увидела впервые. Я искала, думала, может быть, какие-то другие варианты. Но вот именно такого трансформера, вот, ну, как бы, вот, именно такого диаметра, чтобы он удобный. То есть, я изначально понимала, что у меня на кухне мало места, и мне нужно будет какой-то... А сколько получается он в размере? Метр десять. То есть, он достаточно, ну, как бы, большой получается. На самом деле, кстати, эти стулья тоже винтажные. Маленькие, я специально хотела именно, ну, маленькие такие, они, ну, как бы, маленькие... Удобные? Суперудобные, да, очень удобные. На них очень любит спать кот. Вот сейчас там его лапы торчат, он как бы прилег, да. Ну, и остался у нас балкон в этом, да, пространстве. Давай тогда зайдем и посмотрим, что же там есть. Смотри, на самом деле, балкон довольно вместительный. На самом деле, я его вот в этом, не в прошлом году, но так как у нас был ремонт в самой активной стадии еще летом, В этом году я хотела его довести до ума, но тоже этого не сделала, потому что это отличное, классное место для релакса, в том числе, потому что здесь вообще прекрасный вид открывается, то есть, можно там лежать, сидеть, чилить, вот. Смотри, значит, мы здесь сделали такое, ну, как пьедестал, он высоковат, но если бы мы его сделали чуть пониже... Это для того, чтобы сидеть? Да, 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 да. Но если бы мы его сделали чуть пониже, то, как бы, мы бы упирались вот в эту, ну, как бы, штуку, то есть, ничего неудобного. А это полочку еще специально сделали, да? Это была. А, была? А такое ощущение, что она специально для того, чтобы чашечку поставить или бокальчик? Здесь иногда сидит муж, у него здесь есть пушка тепловая, вот здесь идет тепло, то есть, он не утеплен, здесь, ну, нет никаких полос подогрева, но иногда зимой сюда выходит, вот, что-то здесь вот думает. Почелец. Смотрит из окна. А вот эту штуку, вот этот, как пьедестал, как ты сказала, выстраивали вы сами? Да, да. Из чего? Балкон полностью делал муж, но это тоже, мне кажется, ты узнаешь эти, как его, речные, да? Жалюзийные дверцы. Жалюзийные, да, жалюзийные дверцы из гипермаркета, вот. А что внутри вы храните? Слушай, там, наверное, всяческий строительный хлам, типа, дверников, вот, каких-то пакетов. То есть, здесь, как бы, такое хранение, я не могу сказать, что какое-то суперпродумное, то здесь больше какие-то, знаешь, штуки, связанные с делами мужа, инструменты, там, какие-то. У него, на самом деле, здесь целый большой ящик, вот здесь инструмент. Это шкаф его, да? Да, да. То есть, он его сам тоже делал. Какие-то пылесосы здесь стоят, которые, знаешь, такие строительные, отвертки, то есть, у него здесь вообще несколько ящиков. И еще здесь хранится, ну, то, что может, как бы, пережить холод какие-то, он у меня оператор тоже. Какие-то такие примочки, ну, там, типа, не знаю, света, вот, каких-то там штативчиков небольших. И елка, кстати, тоже у нас здесь хранится на самом верху. Вот, и, собственно, чемоданы тоже здесь есть. Ну, что попало. И чемоданы есть, вот. Чемоданы, переноска, там, рюкзаки какие-то. Какие-то закрома у тебя винтажные, там, я смотрю, опять свет, да? Да, слушай, на самом деле, это люстра-тарелка. Я ее просто купила на бложке, потому что она мне очень сильно понравилась, и она стоила недорого. А расскажи немножечко про полость. Какого материала у вас здесь? Он здесь лежал, или вы сами его выкладывали? Нет, все полностью балкон мы делали сами. Здесь был вообще такой, ну, был обычный кирпич, что-то непонятное на полу было. Муж выкладывал, наверное, сосна, я думаю, половая доска, да, тоже купленная. Вот, сейчас она не в самом лучшем состоянии, потому что она была покрыта лаком, и мы сюда периодически выставляем какие-то заготовки тоже мамин, там, знаешь, наверное, яблоки привозим, они у нас здесь стоят. Вот сейчас здесь стоит квашеная капуста, можно увидеть. Мама вас обеспечивает вкусностями. Да, и, видимо, что-то как бы протекло, тыква здесь, по-моему, лежала, в общем, что-то как-то она, видимо, долго слишком лежала. И лак не спас. И лак не спас, видишь, здесь, ну, как бы, есть разводы, и, соответственно, вот, ну, как бы, муж успел снять его, да, как бы, но новую нанести вот не успел. Как-то ударили холода, что-то замотался, соответственно, как бы здесь сейчас просто он снят. Поэтому все пятна, вот, они проступили, то есть, и, ну... Может быть, есть какое-то покрытие, которое можно не постоянно перекрашивать? Можно попросить наших зрителей. Давайте спросим, да, если вы напишите в комментариях, чем можно покрыть пол, да, кроме краски, чтобы видеть фактуру дерева, и чтобы не лачить это каждый, да, каждый сезон, чтобы можно было с этим пожить какое-то время, то пишите. И не забудьте, у нас иногда бывают тыквы-кабачки, и они немножко протекают, да, что может выдержать. У Elmarum есть свой телеграм-канал, где собраны интересные идеи для интерьеров, скидки и акции, а также анонсы новых видео. Подписывайтесь, ссылка в описании. У нас осталась еще одна комната с тобой, да, и это основная комната, давай ее посмотрим. Давай. Тут, как я понимаю, она является и гостиной, или все-таки это больше ваша спальня? Это и гостиная, и спальня, и, по сути, рабочий кабинет, и зона отдыха. Вот здесь я очень люблю проводить вечера. Ну, не вечера, точнее, днем, и выходные читаю здесь, смотрю в окно. Очень классный вид из окна. Давай про отделку тоже поговорим. Здесь все то же самое, как и в остальной квартире, но появилась синяя стена. Да, здесь появилась синяя стена. А цвет тут тоже другой, получается? Да, цвет другой. Смотри, получается, в коридоре, на кухне и в постирочной цвет такой немножко в лимонной. Да, желтоватый. Да. А здесь больше, мне кажется, там, не знаю, беж, то есть, ну, как бы, такой, ну, тоже с градиентом таким, но вообще не совсем белый, не совсем серый, то есть что-то такое, как бы, среднее. Но мне нравится этот цвет, мне кажется, он выглядит, ну, как бы, интересно. А почему акцентную стену решили сделать синий? Чем ты вдохновлялась? Все по тому же, Ника, я ее сделала синий, потому что как будто бы, там, что-то морское, цвет морской волны. Лейтмотив отдыха, который, да? Да, хотя ты знаешь, ну, как бы, синий считается, синий считается холодным, да, оттенком, но, и я знаю, что нельзя уже, как бы, на самом деле, как мне кажется, я все правильно сделала, уже когда я отучилась на декоратора, я поняла, что нельзя просто сделать акцентную стену и, как бы, ничего больше в интерьере. То есть, в принципе, синий у меня поддержан в интерьере, то есть, там, как бы, полосатым креслом, да, то есть, вот, то есть, оттенки есть, там, как бы, шторы, не знаю, плед, то есть, я его обыгрываю все равно в интерьере, то есть, и синий, соответственно, с желтым, это, мне кажется, вообще беспроигрышное сочетание, в общем, жизнерадостное. Давай поговорим, наверное, про диван, потому что это же является вашей спальной зоной. Да, это спальная зона и... Не хотелось поставить кровать все-таки, а кухню сделать гостиной, как она у вас и есть, в принципе? Нет, знаешь, не хотелось поставить кровать, потому что мне хотелось все-таки, чтобы здесь была полноценная комната, а кровать бы занимала все место. Хотя я видела, что многие в этом жилом комплексе делают большие кровати в однокомнатных квартирах. А получается, он раскладывается в какое по ширине спальное место? Он, на самом деле, становится огромным. Я могу показать диван. Я хотела чуть менее громоздкий, если честно, потому что для меня и для, как бы, такой небольшой комнаты он выглядит громоздко. Хотелось бы что-то на ножках, да, не такое вот, как бы, масштабное, объемное, но это был единственный диван, где помещался мой длинный двухметровый муж, да, как бы, там у него бы не упирались ноги куда-то в стенки, не свисали бы, то есть он очень становится, как бы, да, ну, то есть он длинный, он раскладывается и становится просто огромным. Но он удобный? Удобный на ножках? Да, он удобный, да. А скажи, ты каждый день собираешь диван? Ты знаешь, я, как считается, опять же, да, я знаю, что если ты ставишь диван раскладывающий, то он почти никогда не складывается. Но я могу тебе сказать, что где-то 50 на 50. Ну, то есть, как бы, да, он часто стоит разложенный. Опять же, я знаю, что многие советуют, что вы не пожалеете, если купите кровать, потому что диван будет разложен. Да, большую часть времени будет разложен. Ну, вот мы выбрали диван. На самом деле диван у нас был еще до ремонта, и мы его здесь оставили. Это вообще удивительная история, потому что ремонт здесь, можете себе представить, здесь ремонт шел с... То есть мы перестилали ламинат, здесь стоял диван, он двигался, и вот этот шкаф... Диван пережил ремонт. Да, диван и шкаф, они пережили ремонт. А теперь давай, наверное, про шкаф поговорим, потому что ты говорила, что вам хватает одного большого шкафа для всех ваших вещей, и вот, наконец-то, мы его видим. Расскажи, как вы все туда уместили. Ну, шкаф из известного скандинавского бренда, который ушел из России. Вот, в принципе, он стандартный, здесь 4 секции, в этой секции одежда, мы здесь еще вот внизу храним постельное белье, потому что здесь нет, здесь был вариант вот в этом диване сделать в... Ящик? Да. Ну, как бы в подлокотниках делать. А, в подлокотниках. Да, сделать ящики для хранения, но тогда они должны были быть деревянными. Я не хотела... Ну, как бы, значит, у меня какой-то сразу такой вот, ну, не знаю, ну, что-то такое, какой-то двухтысячный, наверное, даже. Ну, какое-то, да, сразу ощущение, не хочу деревянный, я как-то... Нет, я сказала, что нет. Давайте я придумаю, где хранить постельное... Ну, не здесь. Ну, вот, соответственно, здесь постельное хранится, ну, здесь одежда, в принципе, на самом деле здесь и... Теплого здесь меньше, на самом деле здесь больше такие вещи, которые мы регулярно носим. Вот. А где вся теплая одежда габаритная? Тебе интересно? Да. Очень много габаритной одежды. Конечно. Лежит в чемоданах на балконе. Мы там тоже храним, да. А почему бы и нет? А почему бы и нет, да. Мы там храним, вот. Ну, здесь еще там какой-то подушки лежат наверху. И, видишь, у нас он стандартного размера, мы не делали... То есть, так как это не шкаф на заказ... Он не в потолок. Он не в потолок, да. Ну, вот такие, тоже, не знаю, коробки, кому-то нравится, кому-то нет, мы к ним привыкли. И там у нас хранится обувь, кстати. А во второй секции шкафа? Да, конечно, покажу. Во второй секции здесь. Мы здесь залезем. Здесь тоже лежат... Я обычно, знаешь, как действую по принципу. Здесь сезонные вещи, мои, мужа. Здесь на самом верху летние отправляются. То, до чего как бы тяжело дотянуться, оно уезжает повыше в какие-то не очень удобные места. Вот, и, собственно, здесь постельное белье. Ну, здесь нижнее белье. Рассказывай про тумбу. Тумба найдена на очень популярном сайте объявлений тоже, как и комод в коридоре. Она в хорошем состоянии. Единственное, столешница требует внимания. А вы ничего с ней не делали? Нет, мы ничего с ней не делали. Мы тоже собирались ее... Муж хотел ее обновить, но как-то вот пока руки не дошли до этого. Интересно, что это тумба ГДРовская, немецкая. Я тоже знаю имя дизайнера. Франц Эрлих его зовут. И у нас, ну, вот в России, такая тумба встречается нечасто. Я видела такую тумбу много именно вот в Восточной Германии. Собственно, откуда народа. То есть там на сайтах объявлений я просто как-то смотрела, интересовалась. То есть там таких моделей... Ну как, не то, чтобы супер много, но как бы там они есть. А у нас они почти... Ну, видимо, были не очень распространены. Да-да, ну, возможно, привозили тоже каким-то там дипломатам. Ну, вот эта история. Вот. И ты знаешь, так интересно там... Я не смогу показать. Там на задней части сохранилась бирка выпуска 30 сентября 1960 года. И даже имя мастера, который проверял этот хайборд на брак, Лю Дэвид проверил на браке, вот и, в общем, да. Цена не решится. Да-да-да-да-да-да. Ну, она тоже такая вместительная, на самом деле. Да, она вместительная. И я могу сказать, что я, конечно, очень мечтаю о, знаешь, таком красивом... Красивом таком буфетике с посудой. Ну, да, вот как... Но, к сожалению, видишь, место не позволяет. Поэтому часть посуды, в том числе, хранится здесь. Она скрыта, к сожалению, от глаз. Я не могу ее продемонстрировать всем гостям, но она здесь есть. Смотри, это оригинальный ключик сохранился. Кстати, фурнитура всегда теряется. Вот всякие такие мелочи. А тут такая мелочь, но приятно. Вот. Здесь вот тоже, видишь, у меня остались всякие бокальчики. Хрустсталь. Здесь в основном бокалы, да. Бокалы, там какие-то тоже вазочки небольшие. И часть книг. Я здесь какие-то храню, знаешь, такие ценные альбомы по искусству в основном. Вот. То есть вот там, где мы были в постирочной, ты меня спросила, влажность высокая. То есть там я, может быть, храню не самые ценные книги, которые, может быть, мне не очень жалко, хотя я все книги очень люблю и жалею. Но вот здесь книги именно, как бы, ценные хранятся. Вот. Ну, здесь вот тоже выдвижные шкафчики. Слушай, мне очень нравится, как сделаны. Ручки. Да, вообще. Мне кажется, я видела какие-то современные модели с такими же ручками. Да. Перенимают. Это вообще шпон дуба. Вот. Ну, как бы. Он, наверное, тяжелый. Да, он тяжелый. Но с мужем мы его затаскивали вдвоем. Мы брали кошеринг, забирали его там в виражах и вдвоем затаскивали его на 16 этаж. Хотела еще, знаешь, что сказать? Я не фанат... Телевизоров? Больших экранов, да. И, ну, как бы, часто мне там, знаешь, на странице прилетает в соцсетях, что у вас станет плазма. Это так ужасно. Такая огромная, что это там черная дыра в интерьере. И, опять же, в всяких публикациях интерьерных дизайнеров, ну, телевизоров обычно не бывает. Ну, как бы так, потому что дизайнеры тоже их не очень любят. Типа, они вот портят интерьер. И, видишь, я как-то долго думала, что мне делать, как мне его, не знаю, сгладить этот эффект, да. И, в общем, придумала, что я сделаю небольшую развеску, чтобы телевизор не выглядел здесь таким вот, ну, правда, черным. Это часть твоей экспозиции? Да, я здесь, видишь, повесила тоже вот винтажные работы. Это винтажная графика, кстати. Давай посмотрим этот торшер. Я с него глаз не сложу, мне очень нравится. Это тоже винтаж. Да. Это тоже винтаж. Это торшер. Он пластиковый или стеклянный? Да, он пластиковый. Семидесятые годы. И вообще изначально это бренд итальянский. Но этот торшер сделан в Югославии. То есть, как я поняла, они делали, ну, как бы, вот по моделям, которые были придуманы именно в Италии. Вот, я очень долго искала этот торшер. Я случайно его увидела у кого-то в интерьере и просто влюбилась именно в желтый. И появлялись, знаешь, они. Он еще есть в красном цвете, там, в белом. Я искала именно желтый. Я хотела желтый. Это тоже один из первых предметов мебели, который появился до ремонта. Потому что я изначально, когда мы сюда въехали, я понимала, что пока я ремонт не могу себе позволить. Но я должна как-то интерьер все-таки преобразить, чтобы здесь было что-то интересное, да, чтобы с этим, как бы... Приятно было жить. Да, и поэтому, как бы, вот, собственно, некоторые винтажные предметы у меня... И так возникла любовь к винтажу. Так она появилась. Потому что мне нужно было как-то обыгрывать интерьер. То есть, не только какими-то стандартными штуками. Вот. И, собственно, да, этот торшер я купила. И это одно из самых выгодных вложений, которые я сделала. Потому что этот торшер почти в пять раз вырос в цене за последние четыре года. То есть, у тебя такой прям винтажный эксклюзив. Ну, давай переключимся на третью зону в этой комнате, даже четвертую, наверное, уже. Это рабочая зона. Да, рабочая зона. Тоже винтажный стол. Да, слушай, это винтажный стол. Это винтажный стол. И винтажный стул. Ну, стул явно отреставрированный. Стул явно отреставрированный. Да. Слушай, я не очень... Я не знаю, если честно, откуда он... Ну, как мне сказали, в магазинчике, где я его покупала. Собственно, магазинчик это и реставрационная мастерская. Они сказали, что это Швеция 80-х... 80-е годы. Вот. То есть, я не смогу сказать так это или нет точно. Потому что другой реставратор мне сказал нет. Это не швец. В общем, не знаю происхождение этого стула, но мне очень понравилось. Я как раз искала такое, ну, не знаю, кресло-стул именно на рабочий стол. И вот, собственно, я его нашла. А стол не реставрировали тоже, да? Да, стол тоже не реставрированный. Я тебе расскажу. История со столом тоже интересная. Там сзади есть книжная полка. Классная. Да, то есть там есть дополнительная зона хранения для книг. Вот. И я, в общем, этот стол долго искала. И тоже нашла в одном, в общем, гараже на просторах. Вроде умирают такие классные, красивые вещи. Вот. И, ты знаешь, я хотела его отреставрировать. И я даже, ну, как бы спросила... То есть я знаю, что труд реставраторов, он очень тяжелый. Это очень, ну, как бы затратная история. Но, в общем, реставрации назвали мне сумму, ну, которая, там, в пять раз превышает стоимость этого стола. Я подумала, что я пока, наверное, поживу вот с таким столом. И сразу, знаешь, предупреждая какие-то вопросы, боже, это не дома-музей, сколько старой мебели. Ну, на самом деле, у меня в комнате где-то, наверное, 60% старой, 40%. Все-таки шкаф новый, диван новый. И люстра, кстати, тоже не винтажная. Как-то она у меня изначально, когда я еще была не фанаткой винтажа, я ее купила. Оставила тоже после ремонта, она нас пережила ремонт. Вот я решила пока не менять. Ну, у тебя еще много локального света, который понизует. Да, у меня есть локальный. Я вообще считаю, как и многие интерьерные специалисты, что цвет должен быть разноуровневый, да, что он должен обязательно быть там на уровне глаз, да, то есть не только наверху. Видишь, у меня нет никаких там трековых, таких прям суперлокальных. Ну, вы ничего не штрабили, чтобы переделывать проводку, правильно? Нет. Все оставили от застройщика. Да-да-да, все оставили. Да, поэтому, ну, может быть, потому что, опять же, мы делали ремонт без дизайнера, да, не привлекали специалистов. Ну, то есть мы решили, как бы, может быть, не связываться с какими-то дополнительными проектными штуками, вот как будто нам все нравилось, как есть. Вот, да, это тоже, кстати, винтажная лампа того же производителя, что на кухне. На рабочем столе тоже есть настольная лампа. Я не искала специально, пролистывала сайт объявлений. Я такая смотрю, 700 рублей. Я такая думаю, интересная какая лампа. Такой думаю, прям, ну, классная. Лампа в Санкт-Петербурге. Я, то есть там был телефон, я сразу позвонила. Мужик такой, ой, нет, я не пересылаю никуда, нет, я сразу стала его спрашивать, где вы нашли? Он такой, да я нашел на помойке, кто-то выкинул. Ну, прям на помойке, я такой, интересно. Он такой, я проводку поменял, вот, здесь, значит, все поменял, вот, значит, 700 рублей. И уже потом я узнала, что это лампа известного чешского дизайнера Йозефа Хурки. Йозефа Хурка его зовут. Он делал тоже кучу-кучу света для каких-то крутых европейских брендов в середине прошлого века. Это лампа 60-х годов. И сейчас она в магазинчиках с винтажом продается за 20 тысяч на европейских сайтах. Вот тебе повезло, что этот дядечка не знал. Да, и на европейских сайтах еще дороже. И, ты знаешь, я видела в музеях дизайна в Европе, что предметы этого дизайнера, то есть их выставляют как вот, ну, то есть что-то такое очень крутое. Весомое. Да. Лампа светит тоже на винтажных пластмассовых негритянок. Это такие вот, мне украшают интерьер. Я тоже так люблю танцовщицы. Мне кажется, классно. Подписывайтесь на все площадки, где есть InMyRoom. Там много классных идей для ваших интерьеров. А если вы хотите стать участником следующего рум-тура, то пишите вот на эту почту и присылайте фотографии своих интерьеров. Ну, у нас остался санузел. Да. Показывай. Я, на самом деле, сразу хотела, чтобы ванная комната была полноценной комнатой. То есть не просто ванной, а комнатой. Поэтому я продумывала, как лучше ее оформить. Ну, она у тебя очень нарядная. Да, я хотела, чтобы, знаешь, ну, день начинался в каком-то красивом помещении, ярком, с неприглушенными оттенками. Потому что я знаю, что многие любят графичные ванны, черно-белые, да. А мне хотелось цвета. Собственно, я его добавила. Каким образом? Золотая сантехника. Когда я говорю людям, что у меня золотая сантехника в ванной, люди, которые не видят в мою ванную комнату, они такие, что, чего, золотая сантехника, дорого-богато. Ну, практично? Да. Слушай, мне кажется, она не сильно отличается. Сколько я думала. Мне кажется, на самом деле, она не сильно отличается от сантехники, которая серебряного цвета. Ну, то есть ее также нужно чистить. То есть уход за ней такой же? Да. Да. Вот. И ты знаешь, мне кажется, что вот этот эффект, возможно, который дорого-богато, как раз сглаживает плитка. Плитка, да, в таком советском немножко. Ну, да, на самом деле, сразу какой-то идет ассоциативный ряд именно с советскими какими-то интерьерами. И как раз половина под покраску, половина с плиткой такой. Да, ну, то есть я поэтому говорю, что мне кажется, что это несколько сглаживает этот эффект золота, такая плитка. Да, и мне нравится, что она со смещением. Я изначально плиточникам ставила такую задачу, они сказали, что, какое смещение. Видимо, это действительно было сложно сделать, потому что, смотри, вот здесь вот они, получается, как выпиливали, да, смотри, вот такие стыки. То есть это вообще совсем крошечные, да, чтобы попасть. Вот, то есть это, видимо, было не очень удобно, поэтому они были сильно не рады этой истории. Ну, что ж поделать. У меня к тебе вопрос, хватает ли тебе здесь вообще места и хранения? Потому что не над раковиной нет шкафчика, только под ней есть шкафчик небольшой. Где у тебя все полотенца, где всякие там штуки, чтобы прихорашиваться, крема, мазюкалки. Смотри, полотенце как раз в комоде, который стоит в коридоре. Напротив, да. Да, да, напротив. Здесь, да, крема, все вот стоят, как бы, внизу, там шампуни. Вот здесь есть тоже, да, как бы, такая поверхность, куда можно все это ставить. И я хотела изначально поставить небольшую этажерку, возможно, я это сделаю, вот. Но мне не хочется небольшую ванну на 3-4 квадратных метра делать совсем непроходимую. То есть, как-то хочется пространства, вот. А, в принципе, здесь столешница совсем небольшая, но какие-то необходимые штуки сюда можно поставить. Но потом же опять над ванной что-то стоит. Да, обычно прихорашиваюсь я здесь, хотя чаще я по дороге на работу украшусь, если честно. Вот, поэтому, на самом деле, здесь нет дополнительного света, здесь вполне хватает вот этой чудесной люстры, которая есть. Она тоже очень нарядная, это тоже винтаж, да? Да. Она хрустальная? Конечно, она хрустальная, и сложно ее было собрать. А плитка на полу здесь тоже достаточно яркая и акцентная. Она тоже, мне кажется, заполняет пространство собой. Это испанская плитка, да, очень она такая яркая. Мне говорят, что я как-то захожу в ванну сразу, и у меня так настроение. Ну, вот то, что сейчас за окном, все, а у нас, мне кажется... Вечное лето. Ну, у нас, нет, да, вечное лето, но мне кажется, что у нас серых дней зимой 80%, да, если не 90%. Солнца почти не бывает. А здесь заходишь, и сразу тоже солнечное настроение какое-то южное. Вот портрет какой-то южной женщины, мне кажется, он тоже добавляет свой колорит этому пространству. Еще могу сказать насчет ремонта, важное замечание. Обязательно контролируйте плиточников и сантехников, потому что мне... Этот унитаз, он был изначально повешен неправильно. Мы не отконтролировали, то есть как бы мы не поняли... Мы не поняли друг друга с плиточниками, потому что они такие, мы вам повесим. Ну, как бы нам несложно, то есть вот мы как бы все повесим, эту инсталляцию. Вот. И почему-то они не спросили у сантехника, а повесили на глаз. В итоге унитаз висел очень высоко. То есть, да, просто на нем было неудобно. Муж такой, мне отлично. Я говорю, нет, мне неудобно. И уже когда закончился ремонт вот в этой комнате, нам пришлось ломать и перевешивать унитаз. И заново гласть плитку. Да, это был кошмар. Это был кошмар, потому что мы все ломали вот здесь. И уже у другого плиточника, потому что наши плиточники уехали, вот. И мы, да, вот перекладывали здесь это пространство. А скажи про ванну. Вы не стали ее закрывать никакими экранами, ничем? Просто она так стоит, как стоит. Она чугунная? Она чугунная. Представляешь, застройщик здесь. А, это застройщик? Да, это ванна застройщика. Естественно, мне муж сразу сказал, ты что, какая акриловая ванна, какая новая ванна чугунных. Сейчас вообще, ну, как бы не найти это. Это действительно хорошее качество. Да, то есть я знаю, что многие реставрируют в старом фонде, там заливают акрилом поверхности. Вот, а здесь она чугунная. Это, знаешь, единственное, я ее обновляла специальной краской. Вот я красила в черный цвет для вот каких-то железных этих, стальных и железных поверхностей. Я красила ее, потому что она была такая, ну, покоцанная. А скажи, картина здесь просто так висит или все-таки что-то за ней скрывается? У меня было тайное желание повесить в ванной комнате какое-то либо искусство, либо постер, ну, как-то ее декорировать. И счастливый случай, точнее, моя ошибка, я не продумала хост-шкаф, да, сантехнический шкаф. Сейчас я покажу. В общем, люди обычно делают вровень плитку, закрывают, да, то есть плиточку просто нажимают, и она выдвигается. А я этого не сделала. Так, вот я, значит, показываю портрет, я его снимаю. И здесь у меня все коммуникации. Счетчики. Да. Вот, соответственно, да, счетчики и портрет вот просто на липучках отлично здесь вот его можно прикрепить обратно. Я надеюсь, что я это сделаю с первого раза. Ну, не факт. Обычно это делают вновь. Вот и подошло к концу время нашего рум-тура. Я хочу спросить у вас, понравилось вам или нет у меня дома. Морально готова к хейту. Знаю свои ошибки. Знаю, что можно мне предъявить. Но буду очень-очень рада всем вашим мнениям, высказываниям, вопросам. Комментируйте. Буду ждать.